Мы представляем замечательную коллекцию народного искусства или так называемого Музея народного искусства Мамонтовых, который принадлежала непосредственно хозяевам усадьбы Абрамцева в конце века. Это предметы, привезенные из различных губерний, областей хозяевами усадьбы Саввы Ивановичем, Лизетой Григорьевной и ближайшими родственниками и художниками Абрамцевского кружка. Как потом эти вещи вдохновляли художников на создание уже изделий столярной мастерской и какие вот такие изюминки находили дизайнерские. То есть там в центре табурета ручка для удобства переноски, выдвижная дверца шкафчика. Все это взято как раз с деталей народного искусства, что вот как бы придумал-то это народный художник, а уже художник профессиональный это сумел увидеть и подчеркнуть. Это задняя часть телеги, состоящая из трех досок, декоративно украшенная рельефной резьбой. Она удивительно монументальная и в то же время совершенно детально и мелко украшена, вот видите, такой резьбой, который даже не совсем напоминает геометрическую. Это больше какая-то полускульптурная рельефная такая резьба и совершенно удивительные растительные мотивы с такими вот расходящимися лучами, можно сказать, солнечными. Вот и это ну просто это очень красивая вещь. Наверное, привлекла она именно своей вот этой вот эстетикой, потому что в общем-то грубоватая такая в ходу утилитарная вещь, как телега, наверное, могла вообще ничем не украшаться. Главное, что она везет, да, и кого везет. А тут как бы для себя, что называется, делали для себя. Да, вот эта вот вещь тоже удивительно интересная. В общем-то, она числится просто как архитектурная художественная доска, да, но вероятно, что это тоже было деталью какой-то, может быть, повозки или телеги, вот, потому что вот по ритму, да, она вот такая полукруглая, как будто бы завершенная. Но, как совершенно верно заметили, напоминает по своему декору вот белокаменную резьбу. И вот эти вот удивительные львы, которые окрыленные, да, собирают композицию к центру, они вообще даже, может быть, что-то такое с пряничных досок, с вот каких-то вот такой резьбы, которая даже не совсем характерна для резьбы по дереву. Дальше вот мы видим такой большой комплекс, вот полукруглый, это донца прялок, это нижняя часть, собственно, прялки, на которой женщина, на которой она усаживалась, да, и в верхнюю часть вставлялась, собственно, прялка сама, вот, на которой изготавливалась нить. Вот, и здесь вот небольшие донца и вальки, это предметы быта, которые способны, помогали стирке и глажке белья. Каждый художник старался принести какую-то, вот народный мастер, особенность. Вот он все-таки, он же еще и выдумщик, он фантазер, он же используя фольклор и какие-то мотивы народного искусства, он вот как-то все это перерабатывал тоже, старался сделать особенной свою вещь. И поэтому мы можем там вот рассмотреть, да, и сказать, что это вот нижегородская губерния, это московская, то есть вот конкретно для этой губернии характерна вот такая резьба. Вот, потом раз, городская какая-то мода пришла в его круг больше, да, и мы видим уже колонки, архитектурные элементы на этих вещах, то есть он впитывал, он думал и размышлял, прежде чем создать какую-то красивую вещь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова